Где написано ТОЯ, это оригинал. Тут система какая-то? Происходит выстрел. И вот такой вот загнувшийся гвоздь. Они аналоги не берут, только оригинал. Ребята, всем привет. Сегодня я нахожусь на объекте мастера Максима. Он сегодня покажет, как нужно делать правильный электромонтаж, каким инструментом он работает, и мы немножко сами попробуем поработать им. Бежим, торопимся. Вот он, этот красавчик. С помощью него прибиваются площадки под кром-рукав, площадка под стяжку для монтажного пистолета. Причем он работает от аккумулятора. В принципе, я сейчас могу рассказать. Давай. Тут система какая? Аккумулятор нам нужен для того, чтобы создавать искру. А, все, понял. Вот у нас газовый баллон. Он вставляется сюда. Газовый баллон подается в камеру сгорания. За счет детонации того, что аккумулятор дает искру, у нас образуется там вакуум, давление. Давление, да. 90 джоулей мощность. За счет того, что происходит детонация, бьет по поршню, соответственно происходит выстрел. Да, и здесь вот такая вот система. Такие гвозди. Гвозди бывают разные от 15 мм до 40 мм. В зависимости от того, какой функционал у вас и какая задача стоит перед вами. Так, это у нас 15 мм получается, да? Это у нас 17 мм. 18 мм. Кстати, они еще есть усиленные, есть не усиленные, коварные. А вот этот цвет имеет значение какое-то? Вот сейчас, желтые они. Вообще, по сути, нет. Вообще нет, да? Ну, цвет имеет, они обозначают, условно говоря, длину. Ну, вот есть блинпоинт. Есть, я просто не помню точно, марку. Есть черные, есть вот желтые. Ну, видимо, они таким образом обозначают кованые, не кованые, каленые, не каленые. Вот такие вот небольшие гвоздики. Пластик нужен для того, чтобы держать их на одинаковом расстоянии друг от друга и чтобы они не бегали туда-сюда. Так, это у нас распроечные коробочки. Мы сейчас их шлепнем на коробок. Да? Угу. Раньше все выполнял, это форатором делал. Наверное, вон тема, да? Вон я устал от шума, пыли. Беготни и мусора. Да. И вот приобрел. Скажи еще, от кобелей. Ну, этому пистолету конкретно, этому, 5 лет, я его приобретал, когда здесь еще пчелна, ну, мало-мало. Я, кстати, вот вчера вот этот пистолет Леруа Мерлен видел. Там 34 у него цена вроде такая была. Я, 5 лет назад, он на той же самой цене приобретал. Ну, то есть он даже никак в ценовой категории не изменился. А вообще, вообще, нужно обращать внимание, где написано ТОЯ, это оригинал. Где написаны иероглифы, два иероглифа, это, ну, аналог. Ну, понятно. И если люди отдавать официалам, они аналоги не берут, только оригинальные. Да, сейчас мы услышим, как это, звонко. Отстреливать лучше что-нибудь? Ну, может, когда отстреляешь, может быть, да, и вылетать бетон. Сколько времени ушло, чтобы закрепить коробку? Ну, секунд 15. Давай ведем отсчет. 30 секунд, время пошло. Раз. Два. Три. Ну, 14 секунд прошло. Так, это у нас площадки для фиксации проводов. Ага, бетон отлетел. Ну, да, здесь вот, есть вероятность от отлетания бетона. Прошится. Что-нибудь так? Ага, ну, есть такой момент, да. Хорошего помаленьку. Кстати, нарушаем технику безопасности. Не используем очки. Да, да, да. И нарушим бетон. Вот получается, что мы тут имеем. Площадка. И вот такой вот загнувшийся гвоздь. Такой вот. Сневмор, пистолет и ускоряем свою работу. Быстро. И вот эти ходули тоже дают сыгре. Так, все, закончили. Балкон. Вид из окна на соседний дом. Дом пятиэтажный. Да, вон там, 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 большая шельна. Так, давайте, я хотел еще шумагнуть на колок. Ты ка глаза смотри, это. Либо отворачивайся, либо закрывай. Да. Сначала, сначала, сначала ставишь, упираешься на вот эту. Ага. Потом. Потач есть? Сначала упираешься в потолок, в эту, потом в эту. И сюда, короче, толкаешь ствол, чтобы он, ну, нажимался. Он после этого только начинает стрелять. Ты прям сильно нажимай. Одной рукой приставил, другой помогай себе, прижимай. А, другой руками. Да. Ну, просто этот, видишь, как ты не с руки встал, встань. Встань нормально, как тебе удобно было бы. Вот так, да? Ну, смотри, вот такой замок. Ну, потому что это мне купили эти, привезли, 17-й возле. А вот если 15-й поставить, ну, мне кажется, 15-й будут в самый раз. Ну, поддача не такая большая. Еще, знаешь, один момент, какой есть, почему они этот, загибают. Если ты сам пистолет ставишь не вертикально, вот так, ровно, а вот так или наклонил туда-сюда, вот тогда у тебя в этом случае будет он. Давай еще раз. Ты сам просто контролируешь, чтобы он ровно стоял. Вот, отдача сразу почувствовал, когда он зашел. Вот. Когда он взорвался, отдача была не такая большая, а так как. Ну, все равно он удобный, не тяжелый. Я так-то предполагал, что работать с ним тяжелее, а отдача нет. В принципе, если расчет брать перфоратор, который вообще нет, перфоратор, ну, без какой-то. То есть, и баллона много? Да. Да. Я так. Обычно понятно. На, забирай поставить. Короче, ладно, ребят, всем пока. Все ссылки в описании. До новых встреч на новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok